Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассентон. Смотрите сейчас. Круговой ремонт. На пересечении советской и пролетарской уложили асфальт. Пришлось поделить на два дня для пуска троллейбусу. Где еще ожидается апгрейд? Дни разоружения. В Беларуси пройдет специальный комплекс «Арсенал». Нелегальные владельцы гладкоствольного оружия могут быть привлечены к административной ответственности. Куда обращаться? По бабушкиному рецепту овощные консервации ждут своего открытия. Маринованные огурчики, бабушкины помидоры. Что подать к столу зимой? А также экспорт зерна, прививка от гриппа и все в кино. Беларусьфильм выпустит в следующем году 39 картин. Каких? Свежее дыхание главного кольца старого города. На пересечении советской и пролетарской уложили асфальт. Новое покрытие возле гостиницы «Бобруйск» появилось точно в срок, несмотря на погодные условия. Усложнило задачу небольшая площадь круга, из-за чего ремонт нельзя было сделать по частям. Апгрейд затронул сразу всю территорию кольца. Заменили здесь и дорожный бордюр вокруг клумбы. Сложность была в том, что движение троллейбусов мешало производить работу в полном объеме. Поэтому нам пришлось подделить на два дня для пуска троллейбуса, чтобы не образовалась колея. Гладкое покрытие украшает и маршрут 5Б. Широкая, урожайная, цветочная уже радуют водителей. Новый асфальт на Комсомольской социалистической гоголе Октябрьской пушки на Минском шоссе. И это далеко не полный список преображений, которые сотрудники ДЭПа и ДСУ-16 постоянно пополняют. К слову, кроме дорожных работ, проходит и подготовка к технике к зимнему сезону. Поиск запрещенных запасов. В стране с 9 по 13 октября пройдет операция «Арсенал». Работа правоохранителей будет нацелена на установление владельцев нелегального оружия. В прошлом году в Бобруйском районе были проверены условия хранения у 74 индивидуальных владельцев огнестрельных орудий. Изъято 3 гладкоствольных ружья и 24 патрона. Нелегальные владельцы гладкоствольного оружия могут быть привлечены к административной ответственности, а нарезного к уголовной. В соответствии со статьей 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Правоохранители напомнили, при добровольной сдаче боеприпасов и взрывчатых веществ гражданин не понесет ответственность. Сообщить о незаконном хранении можно в УВД по месту жительства или по телефону 102. Нелегальных владельцев ждет наказание. От исправительных работ до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Взаимовыгодное сотрудничество, новые ограничения и модный приговор. Большинство беларусов положительно относятся к введению школьной формы, что говорят цифры. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь продлила запрет на вывоз зерна. В список вошли рожь, пшеница, кукуруза, гречиха и другие культуры. Для экспорта этих товаров за границу необходимо каждый раз получать разовые лицензии в март. Ограничения не касаются постановления продукции в рамках гуманитарной помощи и перемещения транзита. Такие условия сохранятся до марта 2024. Второй хлеб. В Беларуси с полей убрали более половины картофеля. Всего заготовят миллион тонн любимого беларусами корнеплода. Под продажу и на экспорт десятки сортов. Их подбирают под вкус покупателей. Одни отличаются разваристостью, другие наоборот. Урожайность в 2023 выше прошлогодней. В республике продолжается кампания против сезонных вирусных заболеваний. Медучреждения обеспечены всем необходимым. На выбор представлены три вида вакцин – российская, французская и швейцарская. В больших организациях есть возможность сделать прививку прямо на рабочем месте или обратиться в поликлинику по месту жительства. Большинство беларусов положительно относятся к введению школьной формы. По итогам соцопроса Института социологии НАН более 70% респондентов за внедрение единых элементов одежды для учебного заведения. Не поддерживают инициативу около 26% опрошенных. «Беларусьфильм» выпустит в следующем году 39 картин. В репертуаре мультфильмы – документальные и игровые фильмы. В основе лент – история страны, традиции и фольклор. Также готовится хроника, посвященная Великой Отечественной войне. К столетию белорусского кинематографа часть фильмов посвятят известным личностям, которые внесли вклад в его продвижение. Важнее всего погода в доме. В стране завершена регистрация паспортов готовности к отопительному сезону. Перед наступлением холодов специалисты выполнили все необходимые работы на газовом, тепло- и электротехническом оборудовании. Отремонтировали внешние инженерные сети, провели гидравлические испытания, промывки систем отопления, обследовали вентиляционные каналы. В Бобруйске к осенне-зимнему периоду паспорта готовности получили 731 потребитель и 73 источника тепловой энергии. Детские сады, школы, больницы, выставочные залы, архивы, музеи. Включение отопления в таких организациях производится, если температура воздуха в течение пяти дней составляет ниже 10 градусов Цельсия. При отметке на столбке термометра менее 8 градусов тепло поступит в жилфонд. Затем батареи станут горячими в административных, промышленных и других зданиях. Готовься они летом. Изобилие овощей и фруктов в сезоне удивило всех и каждого. Все, что не съедается в сезон, консервируется на зиму. Компоты, варенье, соленье. Для дела нужна лишь фантазия. Рецепт приготовления тех самых помидоров у Никиты Александрова. Битва за урожай. Горячая пора дачников календарно делится на два этапа. С мая по июль цель огородников – вырастить. С августа до осени – заготовить. Любители домашних закаток уверяют – тяжкий труд сторится и окупится в холодную стужу. Что может быть аппетитнее баночки разносолов к зимнему столу? Консервировать самому – дело хлопотное. Специалисты подсчитали – покупная банка выгоднее. Больше всего вопросов про качество сырья. Большинство уверено – на дне такого трехлитровика сплошная химия. У нас свой огород, мы за городом живем, поэтому закатки каждый год сделаем. Маринованные огурчики, бабушкины помидоры. И огурцы, и помидоры, и салаты свежие. И друзья любят, и угощают. Елена Дрень знает толк в консервациях. Женщина катает с малых лет в сезон под 100 банок. Под крышку идет все, что нажито непосильным трудом. Баночка закрылась. Все, теперь мы перевернем, укутаем. Закатки, собственно говоря, уже начались с малых лет. Так будем говорить. Наши предки занимались этим. Мы занимаемся. И бабушки, и дедушки, и родители. И передали нам это трудоемкое дело. На лето пенсионерка перебирается на дачу. На 12 сотках овощной магазин. Огурцы, помидоры, лук, картошка, морковь. В теплицах капризные сорта, в открытом грунте остальные. Наши дети, внуки, никто не отказывается. Вот внук, например, с удовольствием берет нашу аджику. Огурчики, помидорчики. Золотой запас. Святая и святые хозяйки хранят все, что поставили за лето. Прохладно и темно. Именно то, что нужно для хранения. Здесь можно найти все, что угодно. Томаты, огурцы, лечо и даже компот. На деле не все так просто. Закатка требует навыков. Один неосторожный шаг – неприятные последствия. Испорченную банку можно определить на глаз. У нее будет вздута крышка, а рассол мутным. Причина – образование бактерий и брожение внутри. Такое употреблять опасно. За 2023 в стране зарегистрировано 8 случаев отравления. Два из них в Могилевской области. Батулизм – это тяжелое пищевое отравление, которое вызывается токсином клостридии батулизма. При употреблении в пищу консервированных продуктов. Это очень тяжелое заболевание и очень часто заканчивается смертельным исходом. За последние два месяца белорусские взяли штурмом интернет. В популярных поисковиках миллион запросов на предмет соления и маринования. В Бресте чаще всего интересовались джемом из голубики. В Витебске – алычой и боярышником. В Гомеле повально консервируют абрикосы. В Могилеве – опята с боровиками. Гродно – свеклу. Меньше всего темой прониклись минчане. Никита Александров, Станислав Чичерин. Бобруйск, 360. Место силы. В храме в честь иконы Божией Масери Жировицкая установили четыре купола и креста. Их сделали мастера из Пинской епархии. Для женского монастыря святых жен Мироносец это поистине долгожданное событие. Архитектурный стиль отражает традиции псковских храмов. Строительство ведется с 2015-го. Впереди еще ряд задач. Внутренняя отделка, установка иконостаса, купелей мужской и женской. Мы будем благодарны всем нашим бобручанам и гостям нашей обители, нашего города, кто захочет поучаствовать в строительстве Жировицкого храма. На нашем сайте есть реквизиты, где можно найти контакты и соединиться с нами, и внести свое пожертвование. На территории монастыря есть дымовая часовня в келейном корпусе. Недавно здесь епископ Бобруйский и Быховский владыка Серафим осветил мозаику с изображением святого. Теперь все верующие и почитающие могут прийти сюда и помолиться. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!